Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Вестник Иннопрома. Радио Комсомольская правда продолжается наша работа на полях международной промышленной выставки Иннопром. И наш следующий гость это Александр Анатольевич Дьяконов, ректор высшей школы нефти. Здравствуйте. Что такое высшая школа нефти? Высшая школа нефти это, наверное, элевационное развитие Альметьевского государственного нефтяного института. И вот последние четыре года, с 2020 года, это такой крупный проект по от нефть в Альметьевске. Компания вложила колоссальные инвестиции в строительство кампуса современного уровня. И, конечно, сейчас задача высшей школы нефти стать лучшим университетом нефтяным в России. Проект «Передовые инженерные школы», вы в нем участвуете, насколько я понимаю, да? Как он повлиял на инженерное образование в целом и, в частности, на подготовку инженеров-нефтяников? Видны ли вам эти изменения? Для меня вообще вот федеральный проект «Передовые инженерные школы» изначально подразумевался, что это все-таки современные исследования и на основе современных исследований подготовка инженеров. Но в последнее время я сам, как ректор университета и вообще сам, как инженер, начал задаваться вопросом, а что такое инженерная подготовка? И у нас в стране, как говорят, в своем отечестве пророков не бывает. Мы стараемся смотреть на западные, на какие-то лучшие практики. Но начал исторически смотреть, как развивалось вообще инженерное образование в России. И в 19 веке ректор Бостонского университета, сейчас это MIT, писал директору МВТУ Минибаумана, ну, который сейчас МВТУ Минибаумана, что та система подготовки русских инженеров, которая была в 19 веке в середине, лучше невозможно придумать системы, которая бы позволяла готовить инженеров. То есть возвращение к корням у нас происходит? Ну, можно, наверное, так сказать. Надо просто взять хорошую базу русского инженерного образования и трансформировать ее к современным условиям. Поскольку сейчас это цифровые технологии, да, это внедрение различных роботизированных систем. И вот, наверное, для меня сейчас, как для ректора, это основной вызов, как подготовить действительно инженера, который независимо от той задачи, которая перед ним стоит, он всегда бы находил решение. Для нас, для нашего университета передовая инженерная школа, с другой стороны, это трансформация всего университета. Мы вообще, заходя в этот проект и представляя его министру науки и высшего образования, говорили, что передовая инженерная школа для нас это не просто какое-то структурное подразделение, а мы на основе этой передовой инженерной школы проведем все трансформационные изменения и потом это распространим на весь университет. Поэтому я очень рад, что мы попали в этот проект. Не все так хорошо идет, тяжело идет, поскольку это связано работой с преподавателями, это и привлечение преподавателей, это изменение вообще подхода к преподаванию для студентов. Но это дает свои результаты, я уверен, что через 5 лет будут инженеры именно будущего, которые обеспечат нам и технологический суверенитет, и технологическое лидерство. С вашего позволения, дилетантский вопрос. А в смысле добычи нефти, в смысле инжиниринга добычи нефти, я так понимаю, последующей переработки в том числе, наверное? Ну, мы специализируемся пока именно на разработке и добыче нефтегазовых месторождений. Так вот, за последнее время что-то кардинально поменялось? Или это старые, добрые, проверенные способы? Нет, поменялось и ухудшается ситуация. Наши месторождения, особенно в Татарстане, которые находятся, они на поздней стадии разработки. То есть, грубо говоря, когда добывается нефть, 98% воды, 2% всего нефти. И сейчас очень важную роль играет технология. Чем у тебя лучше технология, тем ты максимально эффективно добываешь эту нефть, с одной стороны. Но у нас же сейчас необходимо и выполнение экологических проектов. Можно, конечно, сильно поддавить там пласт и добыть эту нефть, но нам надо же, чтобы на экологию мы не повредили. Поэтому мы вот в рамке вот такой, с одной стороны, максимально добыть, а с другой стороны, максимально сохранить нашу природу. Возвращаясь к образованию, в чем, собственно, особенность заключается новых программ высшей школы нефти и передовых инженерных школ с точки зрения вашей, с точки зрения тех, кто учится? Смотрите, вот основная идея, которую мы реализуем в образовательной программе передовой инженерной школы, мы сразу готовим команду. Вот мы набираем с 1 сентября первый набор только передовой инженерной школы, но мы сейчас проектировали так, что это команда из пяти человек. Это геолог, это разработчик, это геофизик, техник, технолог. И вот они в течение двух лет, это магистратура пока, они работают, то есть первую половину дня они учатся, вторую половину дня они реализуют реальные проекты, которые идут от компании, от нашего индустриального партнера. И, грубо говоря, вот за два года они срабатываются, и с этим проектом приходят уже в компанию и дальше начинают его развивать. То есть, вот, наверное, особенность то, что вот такое сугубо практикоориентированное образование, с одной стороны, а с другой стороны, собрать эту команду и действительно довести ее до конца. У нас пока опыта в этом нету, это, конечно, рискованный проект, но я думаю, что в любом случае мы выработаем механизмы, как формировать эти команды и как их сохранять до индустриального партнера. Вы могли бы назвать, кстати, основные научные направления и проекты, над которыми сейчас работают ученые в вашей школе, в высшей школе нефти, и как удается привлекать, вот вы уже, знаете, я думаю, что нет, сфера, в которой вы не говорили про кадры сейчас, да? Как с кадрами дела? С кадрами, как и везде, а в университетах, наверное, еще сложнее, поскольку тут кадры высшей квалификации нужны, да, есть определенные там ограничения по количеству кандидатов, докторов, наук. Их, наверное, исправьте меня, если не прав, их тоже, наверное, хэдхантит. Ну, конечно, это вообще как бы, особенно мы университет, который находится ни в Москве, ни в Питере, и даже не в Казани, да, а 230 километров от Казани. Смотрите, вот основное направление пока у нас – это интегрированное моделирование нефтегазовых месторождений. То есть на базе моделирования мы вырабатываем те технологические решения, которые позволят максимально эффективно добыть нефть, да, при минимальных экономических затратах. Но у нас еще есть фронтирные направления, которые мы видим и которые мы выработали с компанией до 40-го года. Это, во-первых, применение новых материалов в нефтегазовой отрасли, это конструкторско-технологическая подготовка, поскольку технологический суверенитет, но в любом случае в нефтегазовой отрасли – это очень критичная сейчас ситуация, поскольку, ну, я так понимаю, что сам не нефтяник, а только 4 года, да, в этом направлении, нефтяная отрасль особо не задумывалась над разработками оборудования. Всегда была нефть, всегда были доллары, всегда можно было все купить. Всегда были поставки. Да, а сейчас, ну, прям вот нетривиальные ситуации для компании, они как бы даже потерялись. Как это так, что есть деньги, а нельзя купить. И новое направление еще – это биотехнологии. Мы с университетом ИТМО это развиваем направление. Есть такие интересные технологии, вот, грубо говоря, есть программа захоронения СО2, да, в пласт его закачивают, но мы разрабатываем такие бактерии, которые этот СО2 переработают и выделят что-то полезное, но там, грубо говоря, через миллион лет мы этого не увидим, но наши, как бы, дети, там, внуки, правнуки увидят, что что-то мы полезное сделали, а не просто там все выкачали, да, и ничего не оставили. Поэтому вот такие направления, казалось бы, они, ну, не нефтяные, да, сугубо, конечно, мы сейчас развиваем. Это и IT-направление, без них никуда, да, это уже сквозная, да, такая компетенция. И вот все, что связано с технологическим суверенитетом. Все-таки в добыче нефти и в тому, что вы преподаете, в том, что вы учите, чему вы учите, научной составляющей много? Я думаю, что это одна из вот таких высоконаучных составляющих вообще в нефтегазовой отрасли, если сравнивать с другими отраслями, поскольку, ну, вот, грубо говоря, есть такая технология гидроразрыв пласта, да, вот на глубине 2 километра добывают нефть. Увидели, что по каким-то прогнозам, да, нефть там где-то сбоку еще есть. И вот на такой глубине подают под давлением воду, да, с пропантом, с такими металлическими шариками и делают трещину в определенном месте. Ну, то есть это даже, вот, грубо говоря, если смотреть хирург, он все-таки видит, что он делает, да, у него есть там какие-то бинокуляры, там вот эти, а здесь на такой глубине проводить такие операции, ну, это просто космические какие-то технологии, это реально вот сейчас применяется. Поэтому научные исследования, они, наверное, как бы вот сейчас особенно, когда мы потеряли вот эти все поставки, там, в принципе, нельзя вот что-то сделать, вот что просто взял, скопировал и сделал. Там очень много, как бы, интеллектуальной работы. Поэтому я думаю, что это одна из высокотехнологичных вообще отраслей. Спасибо вам большое. Напомню, с нами сегодня Александр Анатольевич Дьяконов, ректор Высшей школы нефти. Спасибо. Иннопром. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.